друзья здравствуйте вот добрались мы до важной темы которая звучит следующим образом суд и приговор конечно когда мы касаемся неких канонических моментов связанных с судебной властью и с тем что было у нас раньше мы видим огромную разницу и мы сегодня будем разбирать чем же эта разница и как на самом деле должна выглядеть судебная но в кавычках на судебная власть и что такое приговор вот у нас сейчас все что связано с судами это настолько глубокая ситуация которая не дает общего понимания мироздания есть человек там мы берем точечно есть человек который совершил что-то какое-то преступление будем так говорить убил да например другого человека что происходит у нас обычно есть следствие находится ответственно человека который совершил это преступление и происходит судебное разбирательство выносится приговор и человек соответственно отправляется в тюрьму у нас все идет на доказательство вины конкретного человека то есть не разбирается ни одна причинно-следственная связь до бывают случаи когда например это например по принуждению или по давлению еще что-то то есть когда это действительно проявлено и в действиях да то есть это об этом какой еще что-то то есть тогда да тогда все соответственно кто участвовал действиями в данном процессе там убийство например человека они тогда уже идут все конвоем да прям в этот суд и над ними свершается так или иначе то или иное наказание но у нас у наших предков было не так давайте разбираться как во-первых наши предки всегда если наступал период момент когда нужно осудить человека то осудить его могли только те кто хорошо его знает исключительно только те кто хорошо его знает а кто у нас хорошо знает родители близкие родственники и так далее да то есть те люди с которыми мы проводили много времени они нас хорошо знают а еще лучше знает самого младенчества то есть они знают как происходило наше взросление как формировался наш характер какие были ранее у нас поступки то есть раньше могли судить нас исключительно только те кто нас хорошо знает это первый момент видим уже до разницу с тем что есть сейчас второй момент когда мы касаемся момента совершения преступления сейчас не учитываются эмоциональные духовные душевные энергетические причинно-следственные связи то есть человек это сделал и по полям событий что такое поле событий это когда мы смотрим в точку и мы видим у человека все предыдущие его события но например вчера позавчера год назад два года назад то есть по полям событий мы видим как развивалась его судьба как развивались события в его жизни и вот когда на наступал момент осуждения да то соответственно все что было в полях событий что было в полях событий связанное с этим инцидентом все изучалось то есть какой человек в какой момент что сказал что это стало спусковым крючком да вот раз и выстрел и пока эта мысль идея смодулировалась события она очень много в человеке поменяла то есть мы смотрели изначально тогда еще давно ну понятно я говорю словом и потому что мы все душами пришли в это физическое тело не первый раз то есть мы своей душой уже много чего видели и много чего знаем наши души они очень мудры так вот в прошлом по полям событий вот человек здесь в этой точке что-то сделал и смотрели по полям событий откуда это кто ему вложил эту мысль может быть 10 лет назад в голову соответственно кто повлиял с точки зрения воспитания тогда чтобы он вот это вот все совершил кто произнес ключевую ключевой какой-то момент может быть событий на что-то как-то проиграл повлиял что у человека все это выскочило да что все он в этот момент сублимация вот его состояние она вылилась в действие естественно решение осуждения но в кавычках да мы еще разберемся с осуждением прорабатывалась со всеми кто в этом участвовал давайте на этом остановимся поподробнее вот сейчас для того чтобы нести ответственность за свои слова никто не готов ну потому что у нас сейчас сила слова она такая слабенькая почему потому что мы думаем делаем эмоционируем планируем и так далее по разному думаем одно планируем другое делаем 3 эмоции у нас 4 и так далее то есть получается сила нашего слова слабая потому что мы все время разном направлено векторы до всего нашего сущего мы не складываем в один то есть поэтому и слова слабые но даже этой силы достаточно чтобы посеять в другого человека зерно сомнения зерно там какой-то червоточинки какого-то события которое будет негативной его жизни вот сейчас совершил получил и у нас какое количество тюрем дома об этом еще тоже поговорим так вот получается что когда человек контролировал оценивал каждую свою мысль каждую свою идею каждое свое слово прежде чем другому что-то сказать он уже понимал что он не станет причиной какой-то гибели какой-то проблем и чьей-то смерти чего-то горе потому что анализ того что ты делаешь проводился ежесекундно сейчас же сказал негативное слово оскорбил кого-то и человек живет с этим дальше вы уже и забыли а на человека это повлияло и может быть на фоне вот этого оскорбления внутреннего уничижения он потом уже как снежный ком намотает следствие дам там тут неудачи здесь не получилось здесь контакта с людьми нет он денег не хватает и все как-то вот одно лепни до другого и получается что человек в итоге совершает кражу и когда он там что-то украл он нечаянно там еще там что-то как-то нечаянно там повредил человека и все летальный исход понимаете какая штука то есть получается когда мы отслеживаем каждое свое слово каждое свое действие несём за него ответственность причинно-следственные связи у других людей да и у нас тоже они не будут приводить к таким плачевным ситуациям они будут вести только благодати понимаете значит получается что во-первых мы раз мы у нас осуждение было позволено только тем кто хорошо знает человека а во вторых мы смотрели по полям событий и смотрели всех участников кто принимал формирование данного события начиная с самого вот вот просто вот сама первые эмоции стать как глубоко кто сейчас этим занимается сделал получи а зачастую человек он просто как марионетка добывают отъявленные которые собственно они пришли для разрушения этого мира ну так скажем с лока ада пришли и там человеческого внутри нет они пришли чтобы разрушать эту реальность такие тоже есть но мы будем говорить в целом что если у человека есть душа и он запутался и он натворил такого что просто в голове не укладывается а судят не того кто привел его или тех кто привел его к этому событию а просто его то есть получается безнаказанными остаются очень много кого и они продолжают злословить продолжает творить темное продолжают людей переворачивать психоэмоционально и не только этот человек потом событий на страдает от вот этих моментов а большое количество людей понимаете а потом эти калеченные начинают калечить другие детей людей и очень много чего да и детей тоже да свои же первую очередь потому что если нестабильная психика ну как можно вырастить нормального ребенка так вот получается когда мы работаем с причинно-следственными связями мы должны заглядывать очень глубоко теперь как все-таки форме у нас же на земле я не говорю руси я не говорю там еще там что-то славянское там население вы вот кто смотрел все мои видео тот знает что я говорю земляне то есть мы по праву земляне так вот на земле тюрем не было а как же это было давайте разбираться у нас формировался эгрегор эгрегор это психоэмоциональное поле которое было настроено на определенное действие ну например украл до человек что-то соответственно срабатывала в нашем эгрегоре сигнальная система это то что сейчас называется правило раньше это называлось канон то есть каноническое некое действие срабатывал соответственно все кто участвовал формирование данного события они получали на орехи по всему событийному ряду по всем абсолютно линиям судьбоносным люди получали отдачу понимаете как глубоко и человек не в следующей жизни до отрабатывал здесь украл при любодеянии совершал например убил кого-то и накопил карму и перешел в следующую жизнь и там уже отвечать нет сделал и тут же получил ну например украл рука отсохла там например совершил при любодеяние все что ниже пояса отсохла или например засловил на родители оскорбляла родители язык отсох и получал это человек мгновенно и сейчас и никто не жаловался потому что ты сам сделал ты сам получил и все и же с тобой кто сформировал данное событие то есть получается человек находился в благости если в него попадали низкие вибрации но мы знаем что лярвы и очень много и же с ними да вот которые есть они же нас толкают но вот эти негативные поступки то есть человек настроен был на высоту эмоций на высоту вибрационных чувств своих и вот это не давало пробраться негативу внутрь соответственно и маму спрашивали и папу спрашивали и учителей спрашивали а как допустили чтобы внутри ребенка прокралась эта негативная эмоция и он украл то есть вот этот момент он с точки зрения канона и реакции организма и мироздания на событие происходило то есть украл рука отсохла так вот как это происходило как обучали мироздание соответственно чтобы происходило вот такая реакция вот человек украл произошло разбирательство всех по полям событий посмотрели кто соответственно произошло наказание один раз два раза три раза а потом на 4 уже даже суд не надо делать ну то что сейчас судом называется разбирательство даже не обязательно проводить автоматически срабатывало канон то есть вот только украл тут же отсыхает рука понимаете то все логично все понятно и все ясно причем воздаяние за события приходило всем кто связан с этими событиями представьте как чутко воспитывали детей как чутко формировали их психику и душевные настройки их событий на как окружение старалась угодить друг другу чтобы только благодать заложить друг друга потому что это все держалась и на страхе это держалась на осознание что мы все в единстве если у кого-то плохо то всем плохо соответственно что сейчас сейчас есть тюрьмы тюрьме они понят эмоциями заключенных а какие эмоции усталость от этой жизни безысходность боль от пережитых событий какие-то свои нюансы связаны с заболеваниями до что не получается излечиться человек мучается о том что он испытывает тоску по близким кстати какой фон сумасшедший энергетический это на десятки километров на сотни километров в зависимости от того что то в тюрьмах происходит это вся энергетика наложится на города а вы посмотрите на все крупные города там есть как раз вот эти вот все тюрьмы то есть получается весь город попадает под эти эмоциональные фоны это же не просто так сделано сделано специально вся система построена на то чтобы во первых совершил еще и наказание получил не так как это должно быть так еще все страдают вместе с этим человеком потому что он излучает это состояние теперь по поводу совершил и получил этой жизни вот у нас сейчас в беле вот карма 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 но давайте так у нас кармы не было у нас было карна соответственно а есть такое слово обкарнать вот девочка там например совершила какое-то прелюбодеяние и обрезали по самое вот так вот волосы и отправляли и говорили когда коса до попы отрастет вот тогда и вернешься в наше поселение и она шла очищаться она шла восстанавливаться внутрь понимаете да то есть это не один год а сейчас что сделал твори что хочешь что еще жизни рождается инвалидом или например рождается человек с какими-то там я не знаю психоэмоциональными дефектами или в семью попадают де алкогольки наркоманы и начинать ах какой я несчастный какие у меня проблемы как ты загляни что было там что случилось у тебя там что ты теперь пожинаешься эти плоды понимаете у нас карна то есть вот отрезали прошлое до совершенного события получили воздаяние не наказание а воздаяние потому что наказание это значит что ты не ведь не ведешь тебе наказывают то есть своете как если круто система с нами играет с точки зрения лингвистики и всего и жизни смотрите вот наказ даже в сказках посмотрите это как бы фразы которую человеку нужно запомнить чтобы не попасть в беду наказ да вот чтобы у тебя все было и у нас наказание но это же вообще разные вещи правда а вот получается что когда ты совершаешь и тут же получаешь это вот это важно вот это работает и все глядя на это понимает ага вот ты сделал так вот такая и вот такой итог и нам надо возвращаться к этому чтобы у нас было не карма а карна но с богиня карна она до сих пор осталась и она есть просто я никто не почитает и все считают творю что хочу деньгами откуплюсь нет дорогие мои не откупитесь события они влекут за собой следствие и причинно-следственные моменты никто не отменял да может быть не в этой жизни да может быть не вам а вашим детям это все перейдет внукам но это перейдет поэтому нужно возвращаться к нашим правильным каноном к тому что у нас было начинать с людьми общаться и ставить человека превыше всего как самую большую ценность самая большая ценность этот человек ну хорошо но я постаралась вам раскрыть эту тему если будут вопросы задавайте я буду записывать дополнительно видео объясняющие чтобы новое истинное ну и наверное важное знание вошло вашу жизнь благодарю вас пусть у вас все ладится и получается